В эфире авторская программа Алексея Прокопова «Любимые мелодии». Каждый человек не один раз в жизни испытывал на себе эмоциональную силу музыки, которая порой буквально берет нас за душу. Музыка выражает наши эмоции гораздо сильнее, чем способны выразить слова. Кроме того, на определенном историческом этапе она помогала объединить людей в сообщество. Музыка, по-видимому, заложена в самой основе наших отношений с миром, и есть глубокий смысл в том, чтобы, перебирая наши сердечные струны, она помогала нам устанавливать эмоциональный контакт с другими людьми и вообще со всем сущим. Современные люди уже не могут не связывать музыку с важными событиями собственной жизни. И поэтому неудивительно, что звуки любимых мелодий способны напоить нас таким пьянящим коктейлем, состоящим из эмоций и воспоминаний. Буквально слово «музыка» произошло от греческого «муза», которое в свою очередь обозначает вид искусства, отражающий действительность и воздействующий на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов. Такая характеристика не могла пройти незамеченной среди людей, посвятивших свою жизнь музе и всему, что с ней связано. В итоге, сколько сейчас существует в мире различных названий, связанных с этим словом, в том числе и музыкальных коллективов. И один из них так и назывался «музыка». Это вокально-инструментальный ансамбль, в исполнении которого сейчас прозвучит песня с таким же названием «музыка». «Музыка» Музыка 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 Каждая лодка в ее хороводе Плывет словно лодка По новой мелодии Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Это был период времени, когда концертные организации поняли, что вокально-инструментальные ансамбли не только массовое явление, но еще и кассовое, и стали приглашать к себе на работу особо запоминающихся музыкантов. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит в исполнении ансамбля музыка, называется «Счастливая песня». Внезапного ветра веселой поры Великую тайну поверил тебе И ты устремилась, про детство забыт, навстречу загадочной взрослой судьбе. В небу чистому нет конца, и голова от счастья кружится, и распыскались на пол лица светлых глаз твоих, синие лужицы. И ты устремилась, про детство забыт, навстречу загадочной взрослой судьбе. В небу чистому нет конца, и голова от счастья кружится, и распыскались на пол лица светлых глаз твоих. Синие лужицы. Пушистая верва отстанет в пути, капель обернется звенящей рекой. Бумажным корабликом время летит, и детство последнее машет рукой. В небу чистому нет конца, и голова от счастья кружится, и распыскались на пол лица светлых глаз твоих, синие лужицы. В небу чистому нет конца, и голова от счастья кружится, и распыскались на пол лица светлых глаз твоих, синие лужицы. На эстраде Советского Союза начался гитарный бум. Даже наличие в названии группы слова «гитары» уже как бы заранее обеспечивало неплохие денежные сборы для ее организаторов. Однако коллективы все равно отличались друг от друга. Например, были песняры, и были чисто коммерческие группы. Потенциал ансамбля серебряной гитары оставался на нуле. Менялись лишь репертуар и костюмы. Не было интересной музыки и своих песен. Воробьев уходит из ансамбля и создает новую группу под названием «Возьми гитару» и начинает работать от Кировской филармонии. Это был период учебы и повышения мастерства. Постепенно у Воробьева и у его единомышленника Николая Картапцева возникает идея о расширении музыкального спектра группы. И они предлагают директору филармонии добавить еще струнный квартет. Но тот ничего творчески заманчиво в этом не увидел и сказал, что такой коллектив будет слишком дорого стоить. И в 1973 году, что было отвергнуто Кировской филармонии, показалось интересным мозг концертов. Николаю Воробьеву поручили организовать новый коллектив «Музыка», в исполнении которого сейчас прозвучит песня под названием «Снегопад». 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 «Снегопад без руля и витрин, он со мною ветви натворил». Так осенью 1973 года ансамбль музыка впервые отправился на гастроли. Началась трудная концертная жизнь. Теперь нужно было обратить на себя внимание слушателей. Еще не было аплодисментов и своих песен, рожденных в коллективе, но ансамбль уже заметно выделялся на фоне обычных стандартных групп. Два Николая, Воробьев и Картавцев сплотили вокруг себя первых участников ансамбля «Музыка». В основном ими стали молодые выпускники консерватории Игнесинского института. Это бас-гитарист Анатолий Беляков, барабанщик Юрий Кистенев, вокалист Сергей Станишевский и будущая звезда советской и российской эстрады Ольга Зарубина. А также струнный квартет, который составили Марина Постная, скрипка, Михаил Турков, альт и виолончель, Александр Копылов, гитара и Аркадий Белецкий, виолончель. Ансамбль «Музыка» имел в своем репертуаре и песни остро-сюжетного политического содержания, в результате чего коллектив был приглашен в Чехословакию на фестиваль политической песни в 1978 году, где были исполнены композиции на стихи Андрея Богословского и композитора Алексея Рыбникова. Ансамбль отличался от стандартных групп, органичным слиянием, ритм-секции и струнных инструментов, что давало новое качество звучания, мягкость, камерность и благородство мелодии. Ансамбль «Музыка» принял участие в телевизионном бенефисе артиста театра и кино Сергея Мартинсона, а также в радиопередачи на всех широтах. К началу 80-х сценическая привлекательность коллектива достигла того уровня, когда самые известные поэты и композиторы страны предлагали музыкантам исполнять свои композиции. В итоге фирма гранузаписи «Мелодии» выпустила в разные годы несколько пластинок, где были представлены популярные песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Музыка», одной из которых мы завершаем нашу передачу. Она называется «Это ты, наша молодость». И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Где жара и где холодно, 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 Мы палатки раскинули, как города. Это ты, наша молодость, 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 Из уютных квартир позвала нас сюда. Своё нежное золото, 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 Над тайгою рассыпали искры костра. Это ты, наша молодость, 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 Не даёшь нам уснуть до утра, до утра. Нам достанется поровну, поровну, поровну И глубоких снегов, и колючих дождей. Это ты, наша молодость, 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 Даришь нам настоящих, надёжных друзей. И, конечно же, здорово, здорово, здорово Строить первую в жизни свою магистраль. Это ты, наша молодость, 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 Озарила огнями на ёжную даль. Это ты, наша молодость, 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 Озарила огнями на ёжную даль.